Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем седьмой день конференции «Декупаж. Идеи для творчества». Меня зовут Дарья, я ведущая по нашей традиции. Я прошу от вас в чате плюсики в знак того, что меня хорошо слышно и хорошо видно нашу заставку с названием нашей конференции. Как всегда, ожидаю, что вы напишите, какие города у нас сегодня на связи, передадите пожелания и приветствия приглашенным спикерам, а также участникам. Итак, Наталья желает добрый вечер и доброй ночи всем. Наталья также, Светлогорск пишет, очень рада нашей встрече. Нина пишет, всем приятного творческого вечера. Друзья, ну а пока я ожидаю ваших подтверждений, я расскажу, что же у нас ожидает сегодня. А нас сегодня ожидают ватные фантазии. Мы узнаем о простом декоре. Доступная техника декорирования с помощью ваты. Тема сегодняшнего выступления и выступит Елена Васько. Сегодня с нами снова студия «Серебряный лебедь». Друзья, ну а если вы являетесь поклонником творчества «Декупажа», изучаете разные виды рукоделия, то надежным помощником в вашем хобби будут все записи эфира в нашей конференции. Для этого сейчас над чатом расположен баннер. Итак, друзья, я ожидаю ваших подтверждений, прежде чем я перейду к рассказу о том, как заказать записи всех эфиров конференции. Уважаемые участники, еще раз прошу вас поставить плюсики, иначе нам придется перезагружать трансляцию для того, чтобы узнать, в чем же проблема того, что мы не получаем от вас обратную связь. Итак, один плюсик «Я от вас ожидаю, если меня слышно». Два плюсика «Я от вас ожидаю, если слышно, а также видно название нашей конференции «Декупаж идей для творчества». Полетели первые плюсики. Елена, город Новокузнецк, добрый вечер, Светлогорск сегодня также с нами. Я вас прошу быть поактивнее в чате для того, чтобы мы могли понимать, что с технической стороной у нас все нормально и все даже очень хорошо. Итак, ну а сейчас на чатам баннер, и вы можете заказать сборник записей всех эфиров конференции. Давайте посмотрим на мой экран, и я расскажу, как можно оформить заказ. Оформить заказ можно, если вы нажмете на кнопку «Купить» со скидкой, которая находится над чатом. В сборник, как вы знаете, входят записи всех эфиров текущей конференции. Доступ к мастер-классам вы получаете на неограниченное время и в свободное пользование. И этого материала хватит для того, чтобы работать еще не один вечер. Тем более каждый преподаватель, каждый мастер совершенствуется. Возможно, в данный момент вы не готовы к отдельной технике, у вас нет подходящих материалов под рукой. Но со временем, через какое-либо время, отдельный мастер-класс будет для вас просто находкой. Думаю, нет смысла отмечать, что каждый мастер несет свой важный художественный опыт и отдельный взгляд. К сожалению, не всегда информация воспринимается с первого раза, и очень часто ее еще хорошо бы еще раз послушать, освежить, потому что повторение, несомненно, мать учения, а стоимость этого обучения более чем лояльная. И сейчас цена представлена со скидкой 90%. Итак, для того, чтобы оформить заказ, нужно в первую очередь ввести ваше имя. Далее адрес электронной почты. И номер телефона. Перейти к оплате. Вы нажимаете «Далее», и к своему заказу можно добавить любое из предложений, которые представлены на этой странице. Если вы ничего не хотите добавлять, нажимайте «Перейти к оплате». Если хотите, нажимайте «Добавить» и «Далее» перейти к оплате. На последней странице перед вами возникает окошко с выбором способов оплаты. Ознакомьтесь с ним подробнее, подберите тот способ, который вам подходит. Если вы не знаете, как вам лучше всего оплатить, то просто вводите ваши данные, оставляйте все как есть. А номер у телефона на следующий день с вами сможет связаться наш помощник. Он ответит на любые вопросы. Ну вот, теперь я уже вижу достаточное количество плюсиков в нашем чате. Светлана передает «Добрый вечер». Добрый вечер вам, Елена, город Новокузнецка, наша постоянная участница. Наши постоянные участники сегодня с нами, это не может не радовать. Друзья, если пропадает звук или пропадает видео, то по нашей традиции лучше всего нажать на кнопочку F5 или перезайти с другого браузера. Лучше всего наши трансляции смотреть через браузер Google Chrome. Ну, а если все вышеперечисленные действия не помогают, тогда напишите об этом в чате. Итак, сегодня, как и всегда, я вам желаю восхитительного настроения, новых знаний. И я с радостью перехожу к представлению первого сегодняшнего спикера. Я рада вам представить Елена Васько. Занимается декупажем 5 лет. Последнее время увлекалась ватными игрушками. Первое знакомство Елены с ватной игрушкой произошло в 2015 году. Передает свои знания по интернету и проводит онлайн-обучение с 2016 года. Елена, я с радостью вас приветствую сегодня и передаю слово в студию «Серебряный лебедь». Здравствуйте, девочки, мальчики, здравствуйте всем. Сегодня мы с вами, Ростов-на-Дону, и студия «Серебряный лебедь». Я Елена Васько. Я бы хотела попросить, пожалуйста, поставьте, допустим, пятерочки, чтобы мы могли понимать, что мы с вами хорошо видимся и слышимся. Сегодня со мной Наташа, как всегда, и мы сегодня с вами будем шарик декорировать. Такие шарики, самые простенькие, которые продаются в наших гипермаркетах, которые быстро ломаются, падают, там что-то. Ну, они самые дешевые, самые простые. Вот у меня тут один даже есть такой, который можно было бы выбросить. Но мы его, конечно же, к делу применим. Он у нас будет прекрасный. Отлично, пятерочки пошли. Всем привет. Ростов-на-Дону показывает новогодние игрушки. Ну, давай, Елена, покажем, какие мы приготовили игрушки. Вот такие вот шарики. Это большие у меня остались. Я не знала, куда их применить. Хотела выкинуть. Вот он у нас еще. Мы сегодня... Даже вот, смотрите, игрушечка сделала шарик. А вот, а сверху вот эту штучку, за которую цепляется подвес, не сделала. Потому что мы сегодня с вами его прям сделаем вот такой вот с отломанным вот этой штучечкой, за которую подвес вешается. Мы сегодня вот такой даже покажу, как отремонтировать, сделать и будет красиво. Вот такие вот шарики. Мы их, конечно же, потом украсим и бантами разными. Тут, конечно, бантики у нас в студии не очень такие красивые. Такие вот какие-то прозрачные, такие вот зимние такие бантики. Можно сюда применить. Будет красиво такие, знаете, нейлоновые какие-то такие вот нежные. Будет очень красиво. Вот такой вот шарик у нас. Вот такой вот. Это все сделано из ватки. Оно очень легкое, хоть шар и большой, но зато он... Вот вес только самого шара получается. И там, ну, несколько грамм прибавилось ватки. Ватка высыхает и делается очень-очень такая легонькая. Вот такие вот снеговички. Вот такие вот шарики. Можно нам их использовать, вот эти наши. Наталья говорит, как можно выкинуть такую красоту? Боже, как это красиво. И один мы с вами, вот эти два я раскрасила, а один оставила, немножко подкрасила. Вот оно вот так выглядит в недоделанном виде, в таком вот полуфабрикате. Вот деревца выложила, немножко подкрасила. Вот так вот деревенька такая, дорожка туда пошла. Тоже все это подкрасим. Ну, такая вот дорожечка. И вдалеке там стоит такая вот сосна. Желтоглазая ночь будет здесь. А что дает вата, Лен? Вот она легкая игрушка? Вот если бы глиной это все делать? Это все, конечно, глиной это тяжело. А вот и дорого. А ватка здесь практически кусочек меньше, вот на вот этот декор пошло, практически меньше, чем вот помещается в руку. Совсем, ну, клочочек ватки такой. Вот такой вот мы сегодня с вами подкрасим. Тут домики, сугробики. Вот они вот такие вот здесь. Так вроде выглядит неприглядно, но когда раскрасится, оно будет красивенько, симпатичненько. Вот такая луна. То есть шарик легкий? Очень легкий, да. Они пластмассовые шарики легкие. Вот он такой вот, хоть и большой, кажется, объемный декор на нем, но он не тяжелый. Это вот такая вот хорошее у ваты свойство такое, что можно что-то такое сделать интересненькое и не тяжелое на елочку повесить, на нашу. Ну, давай начнем. Ну, вот смотрите, вот у меня шарик. Я его тоже покрасила, да? Вот он у меня вот такой даже. Отломилось все здесь. Я его взяла, подкрасила. Даже вот он, вот такой шарик. Вот хотела его выкинуть. Специально оставила. Думаю, вот даже такой можно использовать. Я его подкрасила. Вот, да. Просто вот эти штуки, когда выламываются хвостики, они, как правило, ломают весь шарик. Мы его сейчас так задекорируем, что он никогда не сломается, но если, конечно, наступить на него ногой хорошо, тогда, конечно, да, пластик сам лопнет. А так мы сейчас все заделаем, будет не видно и крепко. Так это еще и реставрация шариков. Реставрация, да. Можно даже некоторые игрушечки, стеклянные, старинные, они бывают, у них выломаны. Или сверху, где игрушечка вешается, старинные стеклянные игрушки, их очень тяжело ремонтировать. Да, вот немножко лопнуто, а хочется оставить. Даже вот остались у нас там какие-то старые, такие вот любимые. Вот. У меня тоже есть. Можно ремонтировать игрушки. Смотрите, либо игрушечки, они на прищепках вот так ставятся на ветку, вот у меня тоже есть такая она матрешечка, и у ней вот тоже, где прищепочка втыкается, лопнута, и кусочек прям игрушки вот так матрешки выпал, и вот это стекло, стекло висит на вот этом вот прищепке. Берем кусочек ватки, пропитываем хорошенечко ее клеем ПВА, заталкиваем внутрь, заталкиваем внутрь, и желательно вот в ту часть, которая отвалилась, да, и вот как-то ставим его аккуратненько, заглаживаем, разглаживаем и ждем, пока ватка высохнет. Ватка очень легкая, очень мягкая. Дальше она нашу игрушку стеклянную не разобьет, ее там, ну, никак она не сломается, аккуратненько это все всунуть, заглавить и подождать. Оно высохнет, подкрасим. Можно вот так игрушки вот именно особо хрупкие, стеклянные ремонтировать, потому что, ну, и выкинуть жалко, и она когда лежит, она тоже жалко, и может и пока лежит, тоже раздавиться, разломаться. Поэтому аккуратненько, так же и верхние подвесы. Ватку, ватку сюда, можно даже по кусочкам ватку. Кусочек маленький сделали ваточки, все, оставили. На стеклянную имеется в виду игрушку, которую вы хотите отремонтировать на старую такую антикварную. Еще кусочек ваточки потом, чтобы аккуратненько получилось и меньше видно ее. И вот таким образом можно даже туда сразу проволочку вставить в эту вату, она все засохнет, будет все очень крепко, и за эту проволочку уже можно будет игрушечку вешать, и она не будет вот это ерзать в игрушках, особенно в стеклянных, и не будет она дальше ломаться. Лена Якимова, привет! Лена к нам пришла в ростик. Лена, привет! Ну, давай начнем. Что за ватка, Лена? Обыкновенная вата, вот такой зигзаг. Любого производителя, абсолютно любая вата. Мы всегда рассказываем, всегда обычная вата. Ну, для таких вот игрушек можно любую вообще. Если мы какие-то игрушки, прям игрушки-игрушки делаем, то, конечно, лучше такую, чтобы была гладкая, чтобы она, либо какой-то декор мы делаем на какие-то, мы делали декор на поверхностях, на дверцах от шкафчика, на дощечках на разных, такое вот на шкатулках. Мы делали фарфоровую бабочку, прямо она от фарфора неотличимая. Вот, любую вату можно. Для таких мелких вот деталей. Там незаметно будет ничего. Вот, любую, значит. Даже иногда, когда вата с такими пупырочками идет, такая негладкая вата, она даже еще и лучше. Вот кусочек ватки. А совсем маленький, да, вот оторваем мы ее. И вот возьмем клей ПВА. Подкрасим сейчас его немножко, чтобы вам было видно. Потому что, как правило, не видно плохо на камере, не видно вам, не видно, что я делаю. Оно все белое, цвечевое. Так, клей ПВА у нас. Наташа не открывается. Не открывается? Открывается. Так, у нас тут мы его немножко уже подкрашивали. Он немножко уже голубоватый. Итак, вот у нас вот такой шарик, да? Две трещины у нас идут. Вот. Мы сейчас эти трещины все спрячем. Вот на самом деле нанести узор можно любой. Можно взять прям вот такой стильный шарик сделать, да? Вот прям такой, как снег, вот так вот лед, снег вот так вот сделать, как сверху он вот так вот идет на шарике. Вообще оно все закроется, вообще ничего видно не будет. Можно сделать что-то другое. Мы сегодня, чтобы показать вам елочку, да, вот допустим, как сделать вот такую елочку. Вот такую елочку, она объемная эта елочка у нас такая вот. Как сделать елочку? Мы эту трещину закроем елочкой. Сделаем здесь елочку. Так, вот немножко мы клея налили. Можно я поближе покажу девчонкам, да? Которые вот смотрят поближе. Зелененькую красочку. Возьмем красочку, акриловую любую абсолютно, какая у нас есть. И возьмем сейчас и подкрасим свой клей ПВА. Потом, конечно, мы... Потом, конечно, мы... А, ты хочешь подкрасить, да? Да, клей ПВА хочу подкрасить, чтобы девочкам видно было. Что-то краска у нас. Нет? А, это застыло? Да. У меня вот так вот подкрасили, чтобы девчонкам было видно. То есть клей ПВА добавляем акриловую краску, правильно? Да, я обычно делаю все белое, потому что я еще подумаю там, как, каким мне цветом. Вот, чтобы у меня было, как говорится, к отступлению, пути к отступлению. Если вдруг уже не хочу такой цвет, чтобы я могла уже подумать хорошо и покрасить. Вот, девчонки, не видели еще вот таких хрюшек? У нас близится день, день Новый год. День Нового года. День Нового года. Новый год. Нового года поросенка. Да, Новый год. Год свиньи. Посмотрите, какую можно потрясающую такую композицию придумать. То есть мама-хрюшка с детками. Это все сделано из ваты, полностью из ваты, кроме мордашек. Да, Лен? И мордашки из чего? И из самозатвердевайки. Из самозатвердевайки. Я пользуюсь ДАСом. Да, то есть композиция очень легкая, из-за того, что она ватная. Вот. Можно вешать на... Ну, то есть это Лена специально сделала на подставочке, да? На подставочке их можно делать абсолютно разные фигурки, чтобы они были вот такие, да, вот у нас вот подвесная вот такая лиса. Да. Они тоже очень легкие, такие тепленькие, прикольные, такие как старинные вот. Вот. Да. Вот такие игрушечки. Угу. Так. Итак, Лена, ты взяла ватку. Ватку немножко сейчас мы ее намочим. Клей ПВА жиренький такой делаю. Свинки суперские. Шикарная семейка нам пишет. Спасибо огромное. Вот такая вот у нас ватка. А что за крючочек в ручке был? Вот этот вы видите. Крючочек, это стоматологический крючочек. Он очень удобный вообще. Вот если вы сама затвердевайкой какой-то работаете, либо с ватой, либо с чем-то вообще удобной штуки. У меня еще тут крючочков таких много разных. Вот эта лопатка тоже. Самые удобные для лепки и для каких-то там еще вещей. Вот такие вот шпатрилечки. Они самые такие вот, самые удобные. У меня много разных, но вот эти самые хорошие. Они везде подходят. Лена вся зелененькая стала. Зелененькая, ничего страшного. Лена вся позеленела. Вот, я еще пока Лена, то есть Лена делает сейчас, пропитывает вату, да? Да, ну немножко, конечно, желательно. Почему я делаю всегда их, постараюсь сейчас аккуратненько, чтобы не замазать. Вот этот мы подкрасили, да, Шаруша? Он у нас голубой. Можно потом еще подкрашивать там как-то, облачка рисовать, небо, что-то еще. Вот. Потому что будет краситься, вот, допустим, взяли и раз, и оно у нас замазалось уже, да? Вот. Поэтому либо сразу делайте фон и покрывайте его тонким слоем лака, либо делайте белой ватой. Чистая, чистая ватка, она, клей высыхает, ничего не видно. Она все беленькая, все чистенькая, ничего нигде нету. Я просто, мне пришлось покрасить вату вот так вот, чтобы вам было видно, что я делаю. Потому что если я возьму белую вату, вы ничего не увидите. Вот. Поэтому если там немножко будет у нас некрасиво, то да. А я пока, пока ты ручки помоешь, давай, помой ручки. А я покажу рыбку. Вот, девчонкам, давай. Девчонки, а вы пока смотрите на рыбку. Это тоже все ватка. Все полностью сделано из ваты. Всякие рыбы. Легкая, воздушная, вообще невесомая. Посмотрите, вся из ваты сделана. Вообще объемная, огромная, потрясающая просто. Невероятная. Я ей восхищаюсь этой золотой рыбкой. Вот, представьте, на елочке будет такая рыбка висеть. Так, Лена, готова. Итак, сначала мы можем, конечно же, взять карандашик. И немножко контуры накидать, нарисовать просто, где у вас что будет. Допустим, здесь елочка, там где-то тут зайка, где-то там дальше какой-то кустик, где-то дальше еще маленькая елочка. Вот, набросать набросок такой. Да, можно просто сразу прям. Галя присоединилась. Галя, привет, наша Галя Вакула. И вот такие вот, отрываем вот такие вот, как сказать, листочек, не листочек, такой, веточки, кусочки веточек. И вот эти краешки сами можно загнуть, чтобы они были, не сильно торчали. И вот такие вот, нижние, сначала делаем нижний слой. Вот так мы ее возьмем и вот так вот сделаем. Отлично. Это у нас будет он вот так вот, это у нас будет низ, вот так низ, будет елка сюда идти. Так, у вас будет она поверх ногами. И вот такие вот берем элементики, вот эти вот волосюшки, что торчат вот здесь вот у нас. Мы их немножечко прибираем, чтобы они у нас на самом шарике не торчали. И вот так вот веточки выкладываем друг на друга, друг на друга. Прижимать их сильно не надо, пусть они будут такие вот воздушные, чтобы она объемная была, да. Чтобы елка прям такая была, пушистая, объемная. И вот так вот нащипываем аккуратненько веточки такие, нижний слой. Чуть-чуть можно вот так вот, вот так в сторону. О, вот так вот. Вот так, да? Да. Вот так вот, да. Какая краска акриловая? Краска любая, какая есть, вот абсолютно. Не имеет значения, какая есть? Абсолютно не имеет. Я ее всю краску в таких игрушках развожу, все водой, любую. Она вся акриловая краска разводится водой. И вот так мы слой за слоем, слой за слоем свою красивую елочку. Делаем. Абсолютно просто, абсолютно просто. Вы можете вот такие шарики, у кого детки любят заниматься таким, сесть. И абсолютно это вообще несложно. Я думаю, это справится вот каждый просто. Вот. Потом она как бы сначала не очень, да, вот непонятно, что это такое. Сейчас мы сделаем. Я стараюсь идти в направлении вот этой трещины, которая у нас тут вот некрасивая. Мы ее сейчас всю скроем. Очень просто все делается. Талантливые работы, достойные восхищения. Леночка, вы настоящая мастерица. Спасибо огромное. Спасибо, девочки. Светлана говорит. Ура, попала, Серпухов с вами. Здравствуйте, девчонки. А мы тут как раз делаем елочку. Вот у нас уже готовая елочка, да, вот на шарике. А сейчас Лена показывает, как сделать ее изначально. То есть такими хлястиками одну на одну прикладываем. Одну на одну, да, снизу вверх мы идем, снизу вверх. Вот. И как бы быстро, да, вот мы только взялись. Вот уже половина, считай, готова. Да, поближе можно я покажу поближе? Вот она, половина готова уже. Вот поближе, вот так вот смотрите. Ой, она, знаешь, похожа даже сейчас не на елочку. На пальму. Ага, какая-то такая. Потом раскрасили. Главное все дело еще здесь в раскраске. Кустик какой-то даже такой, знаешь, чубчик, кустик. Здорово. Ну вот мы. Так вот елочка. Елочка, елка, лесной аромат. Очень ей нужен красивый наряд. Лена пока набирает, я показываю немножечко игрушечки, которые. То есть это все из ваты. О, и зайца тоже ты, да? И зайц там есть. Да, из ваты сделала. То есть на обычной пластиковой игрушечке мы выложили из ваты вот такие вот орнаменты. Игрушка осталась легкая, просто вообще невесомая. Вот что по сравнению, конечно, с глиной. Глина утяжеляет игрушку. А здесь, ну просто вообще красавица. Вот такая вот игрушечка у нас. И берем свои инструментики. Вот она же у нас ватка мягонькая. Мы немножко здесь можем какие-то ей придать. Такое что-то тут ее подмять где-то, где-то подправить. Если вдруг что-то там торчит, не убирайте ничего. Вот торчит хвостики, да, какие-то вот они у нас. Вот они у нас повылазили, вот эти хвостики вот здесь вот. Пусть торчат. Она когда высохнет, ее нужно подрезать. Подрезать маленькими ножничками, подрезаем. И все, ничего страшного. Сейчас весь шар измажем. Ничего, мы его сейчас помоем. Потом подкрасим. И будет у нас в конечном итоге он у нас красавец будет. Вот так потихонечку сидим. Что-то там смотрим где-то по телевизору. Какое-нибудь кино интересное, да? И красивенько тут елочку. Свою потихонечку, веточка за веточкой. Сидим такие спокойные. А я пока показываю Лене на еще игрушечки. Пока Лена вам елочку накладывает, да? Посмотрите, вот такая вот полностью сделанная игрушечка из ваты. То есть это абсолютно вся ватная игрушка. То есть у нее платьица сделана, вот и ручки. Кроме как вот шейка, да? И декольте, и лицо, то есть из керамики. Все остальное полностью ватная игрушка. Вот, изначально это на елку было сделано. Но мы, так как нам удобно показывать, мы сделали на подставочку, да, Лена? Большую сделали, да, чтобы видно было. Потому что хочется же все рассмотреть. Вот девчонка моя, поэтому их сделай побольше. И вопрос у нас пошел. А можно окрашивать после высыхания? Не будет ли расползаться? Нет, не будет ничего расползаться. Вот у нас как раз шарик подготовлен. Вот мы его сейчас как раз нам надо где-то, где-то будет надо, чтобы у нас расползалось. Да. Вот. Видите, подготовлена белая вата сделана. И мы будем это разукрашивать. Белой ватой сильно засвечивает, ничего не видно. Поэтому взяли сразу окрашивание. Открасили, да. Так я дома не делаю, потому что там ниже видно. Здравствуйте, золотая рыбка восторг. Игрушки супер красивые. Спасибо огромное. Огромное, да, золотую рыбку. Ну, золотая рыбка мы уже не первый раз показывали. А вот хрюшки – это то, что Лена сделала совсем недавно хрюшек. Вот такая семейка. Вот пока Лена накладывает, да, вы видите этот процесс. То есть он одинаковый. Вот такими ленточками, да, Лена? Вот такими ленточками мы аккуратненько укладываем. Лена, такую пышную елочку. Вот такая вот в преддверии года свиньи, вот такая композиция потрясающая. Я ее готова рассматривать, разглядывать. Посмотрите, как она окрашена, интересно. Какие у нее орнаменты на шубках, да. Какие мордашки Лена придумала вообще потрясающие. Ушки. Ушки отдельно. Потом Лена еще им тут доделала у нас в промежутках. Принесла без ушей. Мы думали, что с ушками или без ушками? Они просто в платочках были. Вот мы решили им сделать, чтобы они у нас были с ушками. С ушками захотели. Да, игрушки, конечно, вообще невероятный восторг вызывают. Лена каждый раз, когда готовится к прямому эфиру, к вебинару, приносит игрушки, которые она приготовила. И мы все говорим, боже, боже, что за красота, Лена. Как ты это делаешь? Хрюшечки вне конкуренции. Да, согласна. Очень талантливая, красивая Лена. Молодец. Здравствуйте. Здравствуйте. Золотая рыбка. Восторг. Игрушки суперкрасивые. Спасибо. Здорово. В прошлом году веточки делали в эту целую елку. А на следующий год, да, веточки делали красивый белый. Вот Светлана помнит в прошлом году. Так и было. А в этом году, видите, Лена придумала композицию на игрушки. То есть вот целая сказка. Композиция, кстати, может быть абсолютно любая. Вот что вы придумаете, берите и выкладывайте. Что хотите. Тут прям сказка, знаешь, какая-то вакула, чертенок. Что это за это? Блиндикан. Блиндикан. Вот, вот, вот. Вот почему-то, глядя на этот шарик, смотришь, и возникает именно такое ощущение. А на этот, когда смотришь, почему-то возникает ощущение, ну погоди, он такой веселый какой-то, зайцы. Мультики, да, мультики. Позитивная семейка, хрюшек. Девочки, восхитительно. У меня уже куча едет у вас, здорово. Такое ощущение некоторое нового года. Да, вот это вот возникает. Вот, ну, покажи. Посмотрите, вот у нас елочка. Лена за 15 минут нам наваяла елочку из ваты. Мы ее, она потом будет, это не окончательный зеленый цвет, это просто чисто, чтобы было видно. Ну, кстати, удобно красить, да, если она зеленая, внутри не подкрашивать, да? А внутри она, оно все красится. Красочку разводим жиденькую. Она впитывается очень хорошо, вот. Она впитывает, она пропитывает все труднодоступные места. Мы вот прям жиденькую, вот как у меня была совсем жидкая краска, да, вот и совсем жидкий клей. И потом, когда красим, и она тоже жидкая. И она во все труднодоступные места попадает, и она красится все. Тут будет несколько, допустим, цветов. Вот основной зеленый цвет, потом где-то в таких вот местах там под ветками мы немножко такой сделаем темно-зеленый, чтобы как бы тень у нас, чтобы объемность, да, давала. А сверху все вот это вот делаем, снежок у нас сверху будет. Она будет объемная, и вот такая вот. Потрясающая елка просто. И тут можно дополнить снежок нарисовать, зайку слепить, что там еще, что-то еще можно. Ну, тут вот и снеговиков, и эти, как вот такие ажурные какие-то, вот у Лены придуманы, видите, гирлянда. Можно просто гирляндочкой сделать, да, Лен? Да. Да, для детей лучше всякого мультика. Крути, смотри, придумывай сказочные сюжеты. Вот так вот. Какую краску используете? Обычную акриловую? Любая акриловая, которая есть. У меня всяко разные краски там, какие попадаются мне. Не имеет значения, берете любую, абсолютно любую. Я люблю акриловую краску, потому что вот она засохла. Мы ее сейчас сделали вот так, подкрасили. Она засохла, и все. И потом, вы когда, если вдруг мокрыми руками взялись уже за эту елку, она уже не расползется, не растечется, ей ничего не будет. Вот, она уже все. Ну, вот на этом мы закончили, да, выкладывание ваты. А теперь покажем, как мы разобрали. Вот смотрите, мы закрыли вот эту трещинку, да. Когда вата присохнет, засохнет, ее невозможно будет дальше, чтобы она лопалась. Здесь можно потом звездочку посадить, либо шарик, либо что-то еще. Здесь дальше, давай покажем, вот так зеленый сугроб сделаем. Так, допустим, сугробики, да, как мы сугробик сделать, чтобы прям не сильно много налеплено было, а немножко, да, вот так сугробик. Такой вот. Делаем такой вот кусочек ватки, вот у нас осталось, да, вот эту верхнюю часть, допустим, это будет верх сугроба. Загнули, чтобы она у нас была такая ровненькая. Потом вот так, допустим, берем, где-то по шарику у нас будет идти. По шарику будет идти у нас вот так раз. Сделали сугробик. Немножко его, абсолютно никаких сложных вещей. Приклеили, да, вот кусок ватки у меня, он зеленый, так он должен быть белый. Приклеили. И вот так вот аккуратненько, и вот так пальцем прям приглаживаем, прижимаем край этого сугроба, прям стараемся в шар прям его вживить, вот так прям, вот эту нижнюю часть. Оно когда подсохнет, беленьким подкрасим, здесь темно-сильненьким подкрасим, здесь еще беленьким, и он будет у нас объемненький. И вот так вот, такие сугробы-сугробы снизу, а здесь тоже можно что-то дальше, зайку можно выложить. Точно так же кусочки ватки и формируем зайку, или что-то там еще. Можно мишку сделать, дедушку Мороза сделать, здесь еще, на другой стороне еще елочку, либо шишки прям выложить, вот так. Она спрашивает, как домик выложить. Домик сейчас... Домик, ну давайте домик. Небольшой кусочек домик. Сейчас вот так. Домик. Маленький. Домик тоже, да, вот так вот, что у нас там домик. Вот, вот такой вот. Вот так же. Чуть-чуть помочим ей, чтобы она была. И вот так загибаем, стараемся сделать... Тут технология вообще... Квадратик сделали, вот, пожалуйста, квадратик. Всем привет, кто присоединяется. Здравствуйте. Сделали вот так вот. Мы делаем новогоднюю игрушку. Новогоднюю игрушку с помощью ваты декорируем. Приклеили, пусть висит. Так, дальше. Опять подкрасить надо будет. Мало здесь. Мало. Так, сейчас еще. О, подкрасили. Подкрасилась. Видно? Она пилена, да? А, ну не буду тогда краску добавлять. Так. Кусочек отрываем. Такое, чтобы было похоже на крышу впереди, да? Вот так вот. Загибаем ее. Я ее не обрезаю. Я стараюсь всегда загибать, чтобы оно, знаете, такое было, как сказать... Оно, когда не обрезанная вата вот такая вот ножницами, не гладкие края, оно такое более такое какое-то, как сказать, ручную работу, что ли, выглядит или как. Нет механических повреждений, скажем так. Все такое мягкое, круглое. Нет четкого обрезанного края. Да, да, вот это ножницы. Вот если видно здесь, да, вот на домике. То есть оно все такое какое-то обтекаемое, мягенькое. И вот так крышу, тоже крышу присоединяю. Немножко. Немножко здесь надо, чтобы оно было такое помягче. Там вот не очень, когда елочку делаем, чтобы оно не сильно там текло. А это вот так вот положили. Наталья говорит, муж смеется и спрашивает, что опять на шабаш пошла. Точно какая-то секта у вас по интернету. Светлогорская. Хорошая секта. Ирина говорит, клей-повар разбавлен водой у вас. Да, да, да. Да. Жиденький. Вот так вот. И начинаем потом. Она у нас мягонькая такая получается. Сейчас мы ее немножко еще подмочим чуть-чуть. И потом начинаем чем-то таким вот удобненьким. Выкладываем. Да, вот так вот. Можно ее загладить. Где-то придавили. Подгладили, подгладили. Так. Дом. И вот сейчас как бы ничего страшного. Елочка. Так. Вот это потолще. И домики, домики. Так. Это. Сделаем ему край как бы на краю крыши, побольше снега. Сейчас вот так. То есть Лена выравнивает ватку, загибает краешек и выкладывает крышу, основание дома. Вот посмотрите, видите, она сейчас загибает края. Вот так вот. Чтоб такая крыша пожирнее у нас такая была, такая поснежней, чтобы такая снежная была, а пообъемнее. Вот так вот. Потом немножко вот это все прижмем. Это сюда загнем. И вот так формируем. Она мягонькая такая. Чем хорошо вата? Вата это материал, который продается в любой аптеке, да. То есть минимальные затраты. И шарик абсолютно легкий, невесомый. То есть нет утяжеления игрушки. Затраты нулевые. Клей ПВА. Сколько мы тут вот с вами, да. Чуть-чуть. С водой. Вата стоит 40 рублей 100 грамм. И декорируем шариков сколько угодно. И какая красота может получиться. Так, шариковаты. Немножко оторвем. И потихонечку вот так вот. Бок домика сейчас сделаем. Как будто у нас немножко боком стоит. Вот сюда. Некрасиво получится, потому что у меня впереди. Сейчас я. Впереди у меня. Какой красивый градиент сейчас. Смотри. Низ зеленый. Тут светло-зеленый. Крыша белая. Да. Интересно. Так. Так это много. Это с кольцом получилось. Оторвем назад. Вот видите, как Лена убирает. Да. Тут убрать. Даже и те вот эти кусочки, которые у нас тоже сгодятся. То есть здесь не понравилось, убрал, не понравилось, убрал. И лепить недолго. А раскрасится, оно так страшненько получается. Когда раскрасится, оно прям прекрасное. Прям замечательное. Так. И сейчас под крышу еще там сбоку сделаем. Геометрически правильно. Всем привет, кто вновь присоединяется. Мы декорируем новогодние шарики ватой. У нас сейчас в прямом эфире декор пластикового шарика ватной техникой. Все объемы, елочки, зайчики, сугробики, деревца. Все выложено ватой. И вот мы сейчас покажем, как эту вату выкладывать на шарик. То есть клей ПВА разбавили с водой. Вот. И выкладываем вату. Так. Здесь еще подключу немножко добавить. Это геометрия, как в школе. Куб. Куб боком. Хорошо. Ну, потрясающе. Очень красиво. Очень красиво. Елка потрясающая. Домик сейчас пока не понятен. Вот эти, да, не понятен. Семь места, которые у нас... Если его разукрасить, то все становится очень красиво. Вот как здесь, смотрите. Лена выложила белый. Ничего не понятно, да? Сейчас мы его подкрасим, и мы все увидим. То есть вот он белой ваткой. Не видно ничего. То есть весь этот объем нужно выделить, показать. Пока Лена там домик подправляет, я еще покажу вам вот такую у нас ватную игрушечку. Настенька. Настенька. С блинами она называется, но блины она потеряла по дороге у нас. Вот полностью сделанная игрушка ватная из ваты. Кроме личика. Личика керамическая. Все остальное – это ватка. Достаточно твердая, упругая. То есть она пропитана, вот как сейчас Лена показывает, клеем ПВА. И очень жесткая получается. Несмотря на это, все равно как бы можно надавить. Она такая, ну, как бы мягковатая, но и жесткая. Вот такая вот, вот такая Настенька, которая собралась зимой куда-то в гости с блинами. Но сейчас у нее ягоды в руках. Вот такая потрясающая у нас куколка. Смотрите, можно сделать наличники на окошечке. Можно. Сейчас попробуем. Вырежется. Ножницы, чтобы резать мокрую вату, нужно очень острые ножницы, новенькие, да? Вот эти резать не хотят явно. Здравствуйте, какая у вас красота. Здравствуйте, здравствуйте, да. Можно завернуть тоже такие сделать. А можно вырезать уже, да? Наличники там ничего страшного, квадратики маленькие. Куда я выронила? Куда-то упал. Вот такая у нас еще русская красавица. Лена там вырезает. Я показываю немножечко русскую красавицу. Вот она она. Вот чуть-чуть, Лена, туда сместись, чтобы у тебя было видно. Вот так. Ага, вот. Русская красавица тоже сделана полностью из ваты. Кроме личика. Личика керамическая из глины делает. А внутри игрушки полые или это вата? Все внутри вата. Полностью внутри наматывается основа, тельца, ручки из ваты. Да, Лена? Да. То есть все внутри, каркас весь ватный. И одежда вся из ваты. Все применяется только вата. Ничего больше. Потрясающе такие суперские. Ну и наши декупажные салфеточки, которых у нас в избыточном множестве. Я вот все люблю к своим игрушкам. Я их и раскрашиваю, я их и декупажу, я им все делаю, чтобы они не скучали. Наличнички пойдем потихонечку тоже чем-нибудь. Вот так вот. Потом, конечно, раскрасить их еще вот так. Снежочечек это на них как бы сделать. Вот. Внизу такие вот окошечки вот так раскрашиваем. Такие маленькие. Из четырех таких вот, ну, как вот в маленьких домиках, четыре желтых таких. Очень мелкая работа. Очень мелкая работа, да. Не видно ее в камере. Как бы, да, вот он непонятно, да, вот у нас весь беленький. Ну, я думаю, основной прием техники мы показали, потому что у девчонок был вопрос, да, то есть, как делать это с помощью ваты. Пока Лена прибирает, немножко вам кадр красоты. Вот такой новогодний шарик. О, Зоя присоединилась. Зоечка, привет. Вот такой новогодний шарик. Привет, привет. Пока Лена протирает у нас тут наши. А, девочки, смотрите, еще сверху этот, как называется. Берем кусочек проволочки. Кусочек проволочки. Вот у меня, да. Вот он. Берем ватки кусочек. Берем кусочек. И вот так вот. Как вот я вам объясняла, ватку. Ватку вот так вот аккуратненько. На наших шариках, да. Вот здесь у нас ничего нет. Совсем ничего нет. И мы вот эту вот, куда пообежала. Ага, крепеж-то, Миша. Ага, да. И вот эту штучечку. То есть, если... Маленькую петельку можно, знаете, бывает на игрушках прям такие огромные петли делают. Я не знаю, для какой цели. Прям игрушка так красиво бы смотрелась. Или вот такую огромную сделают. Либо вообще там такая, что они... Ну, как бы делаем, как нам удобно. Вот так вот мы эту... И мы ее вот так сейчас вот так всунем наполовину туда. Она будет держаться. Делаем себе выше... В этот... Рост вот этой петельки. Высоту, да. Какой нам надо. И вот так вот аккуратненько прижмем, да. Ремонт произошел. Да, можно даже вот так вот пока оставить. Ну, не очень красиво, да, но не очень ровно. Чтобы она подсохла чуть-чуть. Вот. А потом... Главное заровнять, чтобы вот не торчало вот... Ну... Вот. А потом взять, допустим, взяли... Немножко подсохло вот так вот. Некрасивенько у нас, да, пока что. А потом взять тоже кусочек ваточки вот так вот аккуратненько. И прям вот так вот подровнять его, подглавить. Вот он у нас высох. Мы его так вот, чтобы он кругленько у нас был. Кругленько и красиво. Прям таким вот шаричком. А можно сделать даже вот тоже так же из ваты. Можно сделать прям такие, знаете, как вот... Такие вот как... Сосулечки, да. Сосулечки. А можно сделать, допустим, шарик какую-то как пироженку тут. Он пироженка. А сверху как кремик такой потек. А посерединке этого кремика вот такая маленькая петелька, за которую будет там потом ленточка или чем-то его. И вот так вот аккуратненько вот так прижать, подгладить его. Вот такая вот... Она уже присохнет. Когда клей ПВА присохнет, его уже очень сложно оторвать. Здорово. Он снутри и снаружи присохнет. Вот такие вот... Вот так вот подвес вот такой вот сделать. Аккуратненький. Маленькая совсем петелечка тут. И она уже не оторвется и не выпадет. Не надо будет постоянно... Вот у шарики бывают хорошие шарики. А вот эти пирки у них поотлетали. Да. Так что вот так вот. Так. Хорошо. Лена готовится. И сейчас мы вот с вами домик один подкрасим. Нам, Наташа, надо... Что-нибудь коричневую нам надо... Красочку коричневую, черную. Берем... Берем... Берем тарелочку. Красочку берем акриловую. Совершенно любую. Немножечко. Вот так вот. Так. Один тряпка. Давай сюда. Тарелку надо. Молодец. Так. Начинаем ее разбавлять. Чтобы она у нас была жидкая, такая, как молоко. Краска. Готово с теми шаром, чтобы время у нас... Белая есть? Белую краску? Давай, давай. Немножечко. Домик. Можно его покрасить. Смотрите, сначала взяли все свои домишки. Закрасили сначала таким вот базовым цветом, основным. Закрасили. Подсохли они у нас, а потом можно дальше раскрашивать. Вот. Сейчас смягчим этот коричневый цвет. Он у нас такой какой-то... Вот. Домики. Итак. Только чистая берем. Берем наш шар. Так, что у нас тут? Какой домик будем раскрашивать? Да, любой. Этот поменьше. Давайте вот этот с наличниками. Делаем новогоднюю игрушку. Вот с наличниками. То есть у нас новогодняя игрушечка. И сейчас Лена берет и разукрашивает ее вату, разукрашивает акриловыми красками. Да, Лена? Еще можно воды. Прямо жидкая она у меня. Вот она. И берем свой домик. Посмотрите, как он впитывает. Аккуратненько. Вот этой краски на 10 домов хватит. То, что я развела. Вот эта лужица. Вот так вот я сейчас его... То есть мы сейчас выложенный ватой орнамент разукрашиваем акриловой краской. Так. Так, видно ли девчонкам? Давай-ка мы сейчас попробуем поближе немножечко. Давай поближе. Да, потому что далековато, не видно им. Сейчас мы чуть-чуть поближе. Поближе поднесем. Сюда, вот игрушечки. Потихоньку. Можно в сыром виде тоже они хорошо. Ну, некоторые моменты прокрашивать, когда надо немножко подсушить. Вот, допустим, мне даже надо бревнышки нарисовать. Где-то какие-то окошечки. Это надо делать на сухом. Чтобы они у нас не расползались. Сейчас делаем на таком попробую, потому что у нас тут сушить особо не будет здесь, поэтому... То есть мы делаем полностью, выкладываем из ваты весь орнамент в ватной технике. Вот, не только можно делать орнамент, но можно делать полностью игрушки из ваты. Все-все игрушки можно сделать в ватной технике. Черное просто надо как-то открыть. Не открывается черное, да? Да, вот вроде только мы с ней работали. Сейчас давай попробуем. Да, только вот на днях. Заборчик можно еще подкрасить. А что это? Давай еще раз расскажем, что это. Для тех, кто только присоединяется, мы делаем новогодние игрушки в ватной технике. То есть у нас пластиковый шар. Ух ты, да, на липсина. Пойду сейчас, Лена. Сейчас приду. Лена, расскажи, пожалуйста, что ты делаешь. Значит, у нас, вот немножко проявился у нас объемчик. Это у нас самый обычный пластиковый шар, который продается в любом гипермаркете, который у нас там какие-то старенькие дома лежат ненужные. Мы его можем задекорировать и сделать из него совершенно новую игрушку с помощью ваты. Вот. Наташа побежала. Открывать краску. Точно так же делается и... Сейчас один сугробик тоже раскрасим. Сугробик голубеньким, пока она убежала. Так. Чёрная. Лена сейчас наводит акриловые краски. Мы разукрашиваем новогодние шарики, сделанные в ватной технике. То есть, вот показываю. Вот такие вот рисунки, которые уже готовы и просохли. Вот такие вот новогодние шарики. И Лена сейчас заранее приготовила. Да, Лена? Сколько он сох, вот эта вата? Ну, вечером сделала, утром он практически уже высох. На горячем, жарком месте у меня сушился. Вот. Слишком светло, да? Вот засвечивает. Даже голубым я вот сейчас. Сугробик надо. Синим цветом ещё тут под всякие. Чуть-чуть разворачиваю на камеру. Мне неплохо видно. Вот так, ага, вот, вот так. Чуть-чуть, да. Чтобы они могли видеть. Девчонки, видно хорошо? Напишите, видно, не видно. Вы молчите. В чате вообще молчат. Тишина. Добрый вечер, Валентина. Показываю, что мы сейчас делаем. То есть это игрушечки, вот кто присоединяется. Добрый вечер. На пластике выложены ватой орнаменты. Посмотрите, какие. Снеговичок, ёлочка. Вот. Это всё сделано, выложено. И Лена сейчас показывает, показывает, как это окрасить. Синюю краску ещё. Синюю, да, чтобы я могла. Так. Вот такая вот такая синяя пойдёт. Пойдёт. Итак, что у нас здесь? У нас здесь заборчик. И заборчик. Видно, что голубой. Видно всё. Всё прекрасно видно. Отлично. Спасибо огромное за то, что говорите. Так. И потихонечку начинаем подраскрашивать. Вот у нас, где у нас тень должна быть. Пока он влажный, мы можем хорошо, красиво тень себе сделать. Вот под крышей вот здесь мы раз подправили. Ух ты, это важный секретик такой. Потихонечку мы начинаем его тоненькой кисточкой. Всё равно надо объёмчик придать. Вот это очень важный момент. Смотрите, девчонки, я думаю, как она вот она коричнево покрасила, но всё равно всё одинаковое, да? Всё одинаковое, да. А Лена берёт сейчас и начинает прорисовывать тень под всем объёмом. Под всеми вот этими наличниками тоже надо. Даже несмотря на то, что мы их тоже потом краской белой подкрасим, что они у нас как будто бы все в снегу, всё равно мы должны сделать тень обязательно, чтобы он у нас был объёмный домик. Объёмные наличники. А Лена, скажи, пожалуйста, вот на шарике видно вот такой вот блеск, как бы, да? Вот шарики, они блестят, переливаются. Что это за блеск, Лена? Это слюда, это та слюда настоящая, которой когда-то давно украшались наши Деды Морозы. Настоящие вот советские Деды Морозы, они немножко всегда блестели таким волшебным блеском. Очень красиво. Вот это вот самое натуральное, настоящая слюда. Вот заборчик подрисовываем. Вот видно начинает прорисовываться заборчик. И потихонечку вот так сидим себе, подкрашиваем, подкрашиваем. Особых навыков рисования тут не нужно. Просто подкрашиваем потихонечку где-то. Вот так заборчик у нас образовался уже, да? Такой вот заборчик. Так, вот тут вот потемнее крышу сделать, так как она у нас... Такие простые движения у нас. И она у нас... Наша игрушечка приобретает уже совершенно другой вид. Так. Объемчик придаем. Слышно и видно, а молчим, потому что смотрим, затаив дыхание. А, ну отлично, просто никто ничего не пишет. Мы волнуемся. Видно, слышно нас. Ватные игрушки еще немножко вот поближе показываю, да? Пока Лена разукрашивает немножечко. Вот такие вот, посмотрите, здесь Лена тоже с людой. Где можно с люду приобрести, Лена? Ватные игрушки, полностью сделанные из ваты. Где можно такую с люду приобрести? С люду? В интернете пишем. В интернете заказывали, да? Город Иркутск. Привет городу Иркутску. В Иркутске? Да. Водят с люду. Я нашла в Иркутске. Я поддерживаю своих производителей. Я люблю своих покупать. У китайцев тоже можно купить, но там не поймешь, как у них ее купить. Тем более, как вот хочет человек с люду у китайцев купить. Как написать, чтобы они поняли на их сайтах, что человекам нужна слюда. Непонятно. Поэтому я беру все у нас, у наших любимых всех производителей. Ну, я прям вижу, Лена, что ты практически рисуешь домик. Вот не просто ты его красишь, да? А вот он должен, вот такой бы, смотрите. Вот он уже стал деревянненький. Сейчас мы его тут подкрасим, а то у нас тут как-то... То есть это тоже не такой простой процесс? Вот мы особо никаких тут художественных навыков не использовали. Просто вот чуть-чуть. Там тенюшечку подвели, там тенюшечку подвели. Вот такой домичек. Пожалуйста. Как бы никаких. А он из-за того, что он такой вот, как сказать, текстильный такой. И такой вот он, не знаю, как у вас... Как войлок. Да, оно такое, да, вот как у вас там в телевизоре вам видно. У нас он тут такой объемный, ну, и непонятно, что это такое. Я думаю, видно объем, девчонки, напишите. Вот видно, что на игрушке это не просто нарисовано, а что это объемная такая выпуклая рисунок, орнамент. Камера передает вот этот вот объем? Труба. Труба. Труба, так. Дымок из трубы должен обязательно. Знаете, как в мультике «Вечера на хуторе Близди Каньки» обязательно должен дымок идти, а как же. Красиво. Новый год, собачки. Ва-ва-ва. Труба дымится. Снежок хрустит. Хорошо. Ты прям так рассказываешь, аж так зимой захотелось. Детюнке, кому хочется зимой. Так, сейчас мы окошечки подрисуем. Сейчас мы все подрисуем, все у нас будет. Это у нас тут такое. Так захотелось Нового года. Да елки горящие, игрушечки на ней висят. Такое вот какое-то сказочное такое ощущение. Еще классно именно, что Деда Мороза ты ждешь. Нарядился Снегурочкой. Деда Мороза. И ждешь. В нашем случае мы уже сами выступаем в роли Деда Мороза. Но все равно мы его ждем. В 80-е годы жила в Иркутске. Там была слюда фабричная. А, там была слюдяная фабрика. Она сейчас, наверное, там есть. Наверное, она это и есть. Там очень разную ее делают. Она же ведь используется во многих. Она разная бывает. Используется в разных местах, скажем так. Ну вот, Лена, основной прием показала. Теперь что у нас? Окошечки сделаем, чтобы хоть глазки у домика появились. Давай, давай, давай. Давай, желтенький, ну давай. Тебе все полидно. Ну давай, да. Ну как, домик без глазок? Нельзя. Надо сделать глазки. Как будто чуть-чуть, как не мариночка совсем. Наталья, лучше кисточкой. Вот сейчас подожди. Вот мы с ней тоже. Ну, что-то еще давай. Чуть-чуть. Ага. Окошечко. Сделаем желтенькие окошечки. Так, где моя? Без глазок. И беленьким сейчас, чтобы было видно, что домик такой снеговой такой. Так. И вот так вот окошечко рисуем. Там есть город Слюдянка. Ух ты, отлично. Объем видно. Отлично. Все видно. Хорошо видно объем. Спасибо всем, кто пишет нам. Ой, сейчас, сейчас, сейчас. Огоньки загорелись у нас в домике. Так, черный свет убрала. Давай обратно. Пять секунд. Она жидкая. Сейчас надо по... Глазки у домика же должны быть как без глазок надо сделать. Смотрите, девочки. А то не видно даже. Так. 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 Нас видно, нас слышно. Девчонки, поставьте плюсики, что нас видно и слышно. Итак, немножечко. Чуть-чуть. То есть мы сделали с желтым окошечки и сейчас делаем черным, прорисовываем. Немножечко нужно коричневым. Чуть-чуть, чтобы оно, смотрите, не ярко было выражено, а вот немножечко. Все-таки ж зима как бы запорошена. Все. Ага, Лена, голос начинает пропадать. Да, Лена начинает немножко заболевать. У нас же тут начинается тоже холодно. Ну, пока Лена немножко помолчит, я вам немножечко покажу. Покажу. Мы дадим Лене минутку передыха. Вот. У нее сейчас горлышко немножко болит. Вот. Мы сейчас войдем в положение, что мастер выпьет немножко водички. Вот. А я пока вам покажу, какие у нас тут игрушечки есть. Итак, вот такая ватная игрушка, композиция с хрюшками потрясающими. Полностью сделана из ваты хрюшечки. Вот такое вот. Потом у нас есть вот такая русская красавица. Посмотрите, русская красавица полностью сделана из ваты. Вся игрушечка, личико, керамическая. Легкая, воздушная игрушка. Посмотрите, какой у них костюм красивый. Специально Лена смотрела, изучала костюмы руссконародные. И сделала полностью, полностью сделала и рубаху. Видите, вот такая вот какой-то сарафанчик, не сарафанчик. Вот такая одежечка. Очень красивая. Так. Лена там пошла что-то беленьким проходить. Да, Лен, покажи немножко вот. Белесом начала делать на домиках снежок. Да? Снежок нарисовывает, накидывает. Восхитительно! Спасибо огромное. Вот такая вот еще у нас, вот такая у нас еще барыня красивая. И коса из ваты. Нет, вот коса как раз у именно этой игрушечки, коса была не из ваты. И головной убор не из ваты. Здесь вся прическа из ваты сделана. Вот у этой, как это у нас, дама, дама, дама 18 века. Вот полностью все из ваты, рюшечки, вот это все. Вот, кроме лица и лицо и вот декольте. Декольте. Вот, это керамика. Здравствуйте. Здравствуйте всем, кто присоединяется. Мы здесь делаем ватные техники, новогодние игрушечки. Лен, покажи поближе чуть-чуть, я камеру отодвинула, да? То есть мы белым. Вот такой вот домик у нас получился. Вот это вот я кисточкой сейчас, но оно очень красиво получается делать это все губочкой. Паралончиком? Да, паралончиком, губочкой вот хорошо получается, красиво. Вот такие вот домики получаются. Очень красиво. Посмотрите, на ваших глазах из белого домика покрути. Вот белый домик, да? Никакой. Получился вот такой. Вот разукрасили, посмотрите, на ваших глазах. Можно даже еще он подсохнет, когда хорошо. Ну, я уже беленьким тут просто, ну, ради вас сделала ему снежок. Когда он подсохнет, тоненькой-тоненькой кисточкой прям прорисовать бревнышки ему, вот так. Поперек бревна нарисовать, древенчатый домик такой сделать. Вот. Отлично. Лена, спасибо. Желтая луна, тоже снежочек проставить здесь. И будет хорошо, будет вообще просто прекрасно. А вот у нас, да, на этом шарике домик. Нет, домик этого только на одном был. Вот. Тут елочки и композиция такая новогодняя. Вот тут прям новогодний-новогодний, прям домики такие. Отлично. Отлично. Давай, шарик, прибираем пока мы, вот, пока мы. Водички, давай, водички. У нас тут небольшое першение в горлышке, простите. У нас тут мастер много говорил. У него горлышко заболело. Немножко поломался. Сказки, тепла, уюта. Так, это мы показали. А, еще у нас вот такая барыня. Смотрим на барыню. Смотрите, какая красавица барыня. Барыня тоже сделана вся в ватной технике. Игрушечка полностью в ватной технике. Вот эти у ней прическа вся из ваты. Платьица из ваты сделана. Так, и у нас самое интересное. У нас есть снеговик, который мы приготовили для вас. Снеговик. Снеговик у нас классический. Уже он... Ой, у нас уже давно. У нас уже месяца в камеру. Давай чуть-чуть назад. Чуть-чуть вот так мы это думаем. Это у нас он уже давно, он уже в память. Да. Но это классический персонаж Нового года. Вот такой вот снеговичок. Не вмещаемся уже? Да, сейчас мы еще вот так вот. Вот он вот такой вот. Ну, его я подальше подсела. Вот такой вот снеговик. Можете делать такого снеговика любого. Любого размера. Вот. Вот он вот. Красавчик он у нас. Толстенький. Потрясающий. Снеговик это, скажем так, правая рука Деда Мороза. Поэтому он у нас присутствует везде. В картинках, в открытках, в игрушках. И вообще украшения интерьера украсить. Поставить дома. Если у кого помещение позволяет, их можно прям целую тучку поставить. Там во всяких позах, можно руки по-другому, все по-другому сделать. Одежда другая. Они будут прям кучкой. Потрясающий снеговик. Потрясающий снеговик. Вопрос у всех. Господи, сколько же ваты пошло. Девчонки, на самом деле немного. 600 грамм. Это 6 упаковок 100 граммовых ватт. Да. 600 грамм. Ну, хотя это немного. 600 грамм. Посчитали, у нас что-то получилось. 200 рублей. 200 рублей ваты необходимо для того, чтобы сделать такого снеговика. 200 рублей. Изделие получается на выходе. Вот такой снеговик стоит 5000. На Лену похож. Лена, на тебя снеговик похож. Мы специально рядом с Леной сейчас его поставили, чтобы вы понимали, какой размер, какой огром. За 200 рублей вы можете сделать вот такого огромного снеговика. И снегурочка, рука. Снегурочка, как рука для Деда Мороза. Да. То есть из ваты мы скатали, получается, три шарика. Вот вы видите, да? Да. Один бровян шарик. И вот такой получился снеговичок. Это классическая игрушка. Если кто-то еще не видел, вот, пожалуйста, вот такой вот под Новый год, вы можете готовиться. И вот такие вот снеговички, лесовички, снеговички, почтовички. И вот таких вот можете на подарок сделать. Поменьше, конечно, в школу надо по-любому. Игрушки сдавать какие-то, а нести. Поэтому как бы это не особо страшно. Страшно. Горлышко у Лены болит сейчас. Так. И давай покажем еще цветок. Интерьерный цветок еще у нас. Так. Вот снеговик. Вот так пусть он тут чуть-чуть сбоку будет. Давай вот так вот. Так, да. И мы покажем. Интерьерный цветок. Вот такой огромный. Для входа. Так, давай чуть-чуть разберем. О, цветочки. Этих шарики уберем вот так вот. Ага. То есть цветок интерьерный. Можно, пожалуйста, фотосессии проводить. Можно украшать дом, шторы, стены. Посмотрите, какой огромный. Делать, кстати, из него светильничек какой-то даже. Да. Вот. И это нисколько. И это тоже мы считали грамм 200, да, наверное, ватт? Ну, наверное, больше. Потому что здесь большие у нас лепестки. А, ну больше, да? Ну, да. Вот такой вот цветочек вы можете, можно любой какой-то. Можно пиончик, допустим. Можно тюльпанчик сделать. Какой вот захотите. Вот такие вот цветочки. Не сложно абсолютно. Абсолютно недорого. Вот такие вещи можно делать. Нравится ли вам? Похоже на шерстяное. Вот, как девчонки делают валяние шерстяное. Вот интересно, да? А, ты имеешь в виду, как эти? Похоже, да. Шерстяное. Они, как это, войлок, да? Войлочное шерстяное, да. Что у нас тут еще есть? Еще у нас бабочки. Бабочки. Покажи бабочки еще. Бабочки тоже интерьерные. Вот такие. Вот такие бабочки у нас. Можно повесить на штору, на стену. Они такие вот смотрятся интересно. Вот эта особенно красная, она вообще как живая. Павлиний глаз. Это махаон. У нас в камеру не помещается. Наши бабочки не снеговик. Да, хочется большие бабочки. Вот такие вот красотки. Потрясающие. Это все тоже можно на стены, на шторы, фотосессии. Представляете, как можно все украсить, как сделать. И это все очень бюджетно, да, Лена? Да. Здесь вообще сколько там? Третья часть, наверное, на вот эту вот бабочку. Наверное, третья часть пакета. И все. Вот еще такая потолчая у нас, такой мотылек ночной. Симпатичный. Он тоже такой. Он на вид, вот когда смотришь на него живьем, у них крылочки вот выглядят как настоящие. Прям бабочки же они такие, как атласные такие. Как сказать, такие вот. Видно, что они такие какие-то пшистенькие, не пушистенькие, а какие-то такие интересные. Вот бабочки, они вата дают такой эффект, что вот они выглядят как настоящие. Слов не хватает, красота. Людмила говорит, бесподобные работы. Девчонки, присоединяйтесь. Мастер-классы, да. Можно все пробовать, да. Мастер-классы бюджетные, не требуют никаких вложений. Вата, ну можно сказать, копейки стоит. Можно это все сделать. Можно это все в мастер-классе. Очень подробно, шаг за шагом показывается поэтапно. Каждый этап. Как сделать крылышки, как сделать тельце, как ножки, как потом это все собрать, разукрасить. Все это очень подробно. Ну что, готовимся к Новому году, да, Лена? Можно делать бабочек вот таких, тоже даже новогодних, белых. Кто любит бабочек и любит Новый год, да, сделали белых, добавили серебра, добавили золото, и они у вас будут такие стильные. Не обязательно их раскрашивать вот так вот. Цветные, да? Да, вот у них все есть здесь, и ножки, и животики, и все как положено. Красота бесподобная. Ну что, мы Лену не будем больше задерживать, у нее очень болит горлышко. Спасибо огромное, Леночка, за то, что ты была с нами в этот вечер, подробно нам все показала, рассказала, бесплатно показала такие потрясающие игрушки. О, снеговичка, игрушечки как сделать. И я думаю, девчонки, благодарны тебе, потому что перед Новым годом сейчас очень актуально вдохновиться, набраться этой энергии и творить дома. Спасибо огромное, девчонки. Спасибо вам, девочки, что вы сегодня были с нами. Я вас всех целую. До свидания вам всем. Всех удачных поделок, чтобы все у всех было хорошо. Передаем слово организаторам. Спасибо огромное. Пока. Благодарю вас за выступление, Елена. Итак, друзья, ну а сейчас над чатом расположен баннер, и вы можете ознакомиться со специальным предложением от Елены Васько, если пройдете по баннеру, который расположен над чатом. Давайте сделаем это вместе. Посмотрим сейчас на мой экран. И для того, чтобы ознакомиться со специальным предложением от Елены Васько, я нажимаю на кнопку «Заказать», которая находится над чатом. Первое предложение – видео-мастер-класс «Снеговик». На мастер-классе вы узнаете, как сделать каркас тела и смонтировать три ватных шара, как сформулировать, сформировать основу из ваты, как сделать гладкие части тела, чтобы не было видно стыков и рубцов, а также, как сделать игрушку, не используя сложные составы, как клестер, который надо еще приготовить. Елена расскажет секреты, как сформировать варежки на руках и опушку на рукавах, также, как сделать подставку, в которой будет крепиться снеговик, и много-много других секретов. Длительность этого мастер-класса достаточно значительная. Друзья, мастер-класс состоит из четырех частей. Общая длительность около четырех часов. Следующее предложение – видео-мастер-класс «Большие интерьерные цветы из ваты». Вот такую красоту вы также можете сделать своими руками. На мастер-классе вы узнаете, как с помощью ваты создать большие интерьерные великолепные цветы, о бюджетном способе создания цветов, как сделать тонкие листки цветка, а также, как сушить правильно и придавать им форму, как окрасить правильно вату, как собирать цветы и многие другие секреты, расскажет Елена в этом мастер-классе. Его длительность – 50 минут. Конечно, все мастер-классы сняты в отличном качестве HD. Все нюансы техники вам будут понятны вплоть до мелочей. Третье предложение на сегодня – видео-мастер-класс «Батная техника. Бабочка-баттерфляй». Восхитительная работа, которая обязательно найдет применение в вашем интерьере. Ее можно использовать для оформления декора, фотосессии и просто для подарка. На мастер-классе вы узнаете, как создать шаблон для бабочки, как сделать из ваты крылышки бабочки, также о технике создания гладкой ваты, о том, как создавать тело, усики, ножки, окрашивание и создание рисунка. Ну и, конечно, как все собрать в единое целое. Итак, конечно, по почте ВКонтакте вы сможете задать все вопросы мастеру по приобретенным мастер-классам и получите обратную связь по вашим заказам. Мастер-классы вы получаете в виде ссылочек для просмотра сразу после оплаты вашего заказа, для просмотра и скачивания. Итак, если вы уже определились, какое предложение вы выбрали, вам нужно нажать на кнопку «Заказать» и далее ввести ваше имя, адрес электронной почты и номер телефона. Перейти к оплате вы нажимаете «Далее» и к своему заказу можно добавить любое из предложений, которые представлены. Если вы ничего не хотите добавлять, нажимайте «Перейти к оплате». Если хотите, нажимаете «Добавить» и «Далее» перейти к оплате. На последней странице перед вами возникает окошко с выбором способов оплаты. Подберите подходящий для вас способ оплаты. Ну а если вы не знаете, как вам лучше всего заказать, как вам лучше всего оплатить, то просто вводите ваши данные и оставляйте все как есть. По номеру телефона на следующий день с вами сможет связаться наш помощник, и он ответит на любые вопросы. Итак, я еще раз благодарю за выступление Елены Васько. Друзья, ну а если вы пропустили какие-либо из выступлений, приглашенных нами спикеров, если вы хотите вернуться к мастер-классу или просто обогатить вашу копилку художественных знаний и техник новыми мастер-классами, то можно пройти по кнопочке «Купить» со скидкой, которая находится над чатом, и заказать записи всех эфиров конференции. Пока еще это предложение представлено со скидкой, но к завершению конференции цена обязательно станет выше. А уже сегодня, уважаемые участники, предпоследний день конференции. То есть цена незамедлительно поднимется. Итак, в сборник входит, в комплект записей входит 9 мастер-классов, то есть общая длительность более 18 часов, а один мастер-класс, конечно, около 2 часов или даже больше. Цена на предложение сейчас более чем доступная, и вы сможете познакомиться с разными техниками, которые останутся с вами на очень долгое время. Мы уже работали в технике живого акрила вместе с Оксаной Павловой. Также создавали винтажный медальон под вес вместе с Татьяной Зубревич, с Пердаус Батталовой мы учились имитировать материал и придавать фанере благородный вид. Все эти знания могут быть у вас в свободном распоряжении неограниченное время. Любой из мастер-классов вы сможете ставить на паузу, отматывать назад и смотреть тогда, когда вам это будет удобно. Все, что для этого нужно сделать, это оформить сейчас заказ. Для этого в первую очередь нужно ввести ваше имя, далее адрес электронной почты и номер телефона. Перейти к оплате. Вы нажимаете «Далее» и к заказу можно добавить любой из мастер-классов, который представлен на этой страничке. Выбирайте тот, который вас интересует больше всего, если хотите добавить. Меня, допустим, интересует мастер-класс «Бокалы. Имитация мельхиора». Я нажимаю кнопку «Добавить». Если ничего не хотите добавлять, нажимайте «Перейти к оплате». Ничего не добавляю. И на последней страничке вам остается подобрать подходящий для вас способ оплаты. Если не знаете, как лучше сделать, какой лучше выбрать, то просто вводите ваши данные и оставляйте все как есть. По номеру на следующий день с вами сможет связаться наш помощник. Он ответит на любые вопросы. Уважаемые участники, я вижу ваши благодарные отзывы в чате. Людмила пишет «Слов не хватает. Красота». Наталья пишет «Бесподобные работы». И также Людмила Челябинск пишет нам «Большое спасибо». Вам тоже большое спасибо, друзья, за такую активную поддержку в чате, за светлые, добрые отзывы, которые вы оставляете, и за ваше участие. Ну, а мы с вами встречаемся завтра в 19.00 по московскому времени. И вместе с Милой Зверевой нас ожидает мастер-класс «Драгоценная осень. Драгоценные металлы». На вебинаре мы поговорим об украшении работ при помощи разных вспомогательных материалов. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Вдохновляйтесь и вдохновляйте близких. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok